всем привет дорогие подписчики канала и новые гости на канале механизаторы в молдове сегодня уже 17 августа уже время 18 20 не успел я с утра поснимать потому что спешил было где-то 9 гектар закончить обработать глубоко рыхлителем и потом быстро прицепить дискатор и пойти проходиться по рапсу я работал глубоко рыхлителем напрямую потому что там уже бурьян и падалица растет как бешеные вот только что прицепил дискатор мой отечественной гады 6 напарник на 210 работой ленкина рубином 4 метров и попросил прийти на помощь чтобы побыстрее закончить пару дней отдохнуть до подсолнечника я в беде его не оставлю и пойду чуть не ровная дорога здесь я уже знаю все неровности на этой дороге каждую ямку потому что он на каждой маленькой неровности начинает прыгать дискатор этот трехтонный усилие на одного диска где-то 115 килограмм он идет как тяжелый дискатор можешь работать с ним только в загонах чтобы борозда всегда была с левой стороны потому что он как кругы кидает землю влево прибавляем скорость чтобы заходить на поле не знаю как получится под дискатор конечно лучше измельчает этот не так уже лучше но до осени ну точнее такой осень ну до весны думаю что все будет нормально потому что где я там пойду дисковать где я там иду сейчас дисковать будет или подсолнух или кукуруза и до самой весны есть когда эти когда земля то поле у меня немного поднимусь там рядом с этим полем вдоль посадки оно идет поле 17 гектар и 20 напарник на 210 работает на поле самое большое 113 гектар видите получается отлично чувствуется что дискатор тяжелый я с рыхлителем не мог с рыхлителем намного удобнее ходить по дороге так чтобы не забыл выключаю мигалку хорошо что в бригаде остались несколько механизаторов и помогли мне прицепить быстро а то я сам не знаю как прицепил ну как бы легко но это прицепное у дискатора должен поставить под этот процап а то или навеску отпустить ниже но она ниже не отпускается и самому очень тяжело прицепить вот так вот спешим все поля обработать можно сказать что почти половину нашей земли подготовлены уже весьма думаю за неделю уже справимся с такими работами вот так вот на 1 встретимся уже на поле буду где-то через 5-10 минут посмотрим как получится как стоит ли это делать и вернусь обратно вот вот ребят делал я пару проходов по краю что могу сказать что этот колым несет нам глаз этот колым колым за 100 долларов я не знаю как мы будем это делать но капец как трясет и прыгаешь и это капец просто я не знаю сейчас остановился здесь хочу загонку нарезать небольшую диагональ чтобы они не проявляли никакие претензии посмотрим но пока что не знаю получится или нет ну вот ребят так получается такая у нас технология в прошлом году сначала задисковали обработали рыхлителем потом опять задисковали в этом году сразу постерни и это было неправильный шаг потому что сейчас в кабине уже невозможно сидеть не скажу уже про моего напарника Игоря потому что он уже больше 100 гектар обрабатывал я не знаю 4 гектара обрабатывала или нет и я уже не могу сидеть в кабине телефон и все что висело стоит уже на полу кушаю яблоко из нашего сада то что мне не нравится это что только что этим дискатором можно работать только по одной стороне по левой как я сказал вам смотрите какую борозду он делает колею смотрите какую колею он делает а на Лемкине можно туда-сюда параллельно работать вот здесь вот здесь смотрите перед рыхлением напарник испытал новый дискатор по стерне сразу вот здесь видите две борозды и смотрите как здесь после рыхление после дискования и рыхление на прямой смотри конечно лучше после дискования аж сразу видно что удобнее и легче по такой земле ходить наш бригадир вообще сказал мне что работать рыхлителем без катка я не знаю что бы я не знаю что бы мы делали сейчас если бы мы тогда работали без катка во всяком случае тот каток еще помог потому что я давил его в землю как можно сильнее но все равно смотрите что остались большие камни ну что ребят поедем работать дальше стою и думаю показать вам как сидится в кабине или вы переживаю чтобы вы не испугались хорошо если бы был дискатор пошире который не сильно заглубляется а то этим 4 метровым дискатором неудобно работать хотя бы если бы был какой-то бдт 7 было бы лучше по дискатору есть вопросы пока что опять начал свистеть подозрение опять на подшипниках обработали мы с ними где-то 200 гектар после того как меняли подшипники сейчас смотрю опять начали шуметь вот так вот надо поддерживать отечественный производитель если хочешь поддерживать отечественный производитель то нужно и поддерживать отечественные запчасти потому что они у них расходники вот так вот ладно ребят поедем дальше работать некогда стоять может для кто-то покажется скучноватыми мои видео но сами понимаете такая же работа не могу я допустим залезть на дерево или не знаю дрифтить на тракторе такая работа что механизатор то меня и поймет я знаю что мои видосы могут оказаться скучными понимаете сам ничего не могу делать хотя бы если поснимал со стороны а сейчас я работаю и снимаю когда снимаешь со стороны то по другому как то и другие кадры получаются и поинтереснее а так сидишь целый день в кабине думаю что увидимся уже завтра потому что сегодня уже нет смысла поснимать как я прыгаю как ну ладно ребят хотел бы пожелать всем удачи здоровья побольше цените жизнь ладно ребят всем пока до новых встреч до новых встреч